Я надеюсь, многие из вас знают, что Федор Михайлович Достоевский – гениальный русский писатель. В мире знают 3-4, максимум 5 фамилий русских писателей. Это Достоевский, Толстой, Чехов, Бродский и Набоков. Никто из них не был в Барнауле, кроме Федора Михайловича Достоевского. Так сложилось, что этот гениальный писатель проезжал мимо Барнаула три раза. Я написал об этом книгу, но не про все три раза, а о том, как в 1857 году Достоевский прибыл в Барнаул и провел несколько дней в обществе известного исследователя, путешественника Петра Петровича Семенова, которого чаще мы теперь знаем как Семенова Тиньшанского. Семенов Тиньшанский в то время путешествовал по Азии и остановился в Барнауле для того, чтобы заняться систематизацией своих исследований, чтобы описать все, что было найдено в экспедициях. И как раз в это время мимо проезжал Достоевский по своим личным делам и останавливался у Петра Петровича. Эта книга вышла пару лет назад. Я надеюсь, что она станет таким документом пребывания Достоевского в Барнауле и вообще о Барнауле. Эта книга очень необычный формат. Это пьеса-экскурсия. Если вы откроете книгу и проследитесь за сюжетом, то вы пройдетесь по старой части города Барнаула. Книга называется «Достоевский проездом. Барнаул, 1857-2021 год». Понятно, конечно, что Достоевский не был в 1921 году в Барнауле, но в этот год ему исполнилось 200 лет, поэтому была попытка охватить все это время. Города не живут одним годом. Города вписаны в историю мира, страны, в эпохи. И города развиваются. Поэтому, когда мы рассказываем о городе, который в 1857 году посетил Достоевский, нельзя, наверное, упустить и всю дальнейшую историю развития Барнаула. Барнаул – город любопытный, интересный, необычный. О нем много мифов, сказаний, легенд, много небылиц. И обо всем этом есть в книге. Но сначала хочется рассказать, почему Достоевский попал в Барнаул. Будучи модным, очень модным писателем, издавшим свои первые книги в 1846 году, в 1848-1949 году Достоевский попадает в неприятную историю. Его арестовывают, садят в Петропавловскую крепость, где он проводит 8 месяцев, а потом его приговаривают в смертной казни. Слава богу, смертную казнь заменили каторгой. И 4,5 года он просидел в тюрьме в городе Омске. Сложно себе представить, что тогда чувствовали образованные люди, когда узнали, что один из самых современных и модных писателей оказался в тюрьме по политическому делу. Отсидев свой срок, Достоевский был отправлен в город Семипалатинск в службу в армию, обыкновенным солдатом, в пехотный полк. И вот Семипалатинский он знакомится с местным обществом, и с Марией Дмитриевной Исаевой, и ее мужем. К сожалению, брак Марии Дмитриевны был не очень счастливым. Муж ее был горький пьяница, за что и был отправлен в город Новокузнецк. Я почему рассказываю так эту долгую историю? Для того, чтобы понять логику, как Достоевский из Семипалатинска попал в Барнаул. Он ездил к своей прекрасной даме, которая стала вдовой в 1856 году, на свидание через город Барнаул. В Барнауле его принимало высшее общество. Он был знаком с прекрасными горными инженерами. Его принимал генерал-губернатор, начальник горного округа. Поэтому в письмах Федора Михайловича Достоевского осталось много интересных упоминаний о городе. Есть интересные исследования профессиональными филологами, которые почитали сколько раз во всех своих письмах Федор Михайлович упомянул город Барнаул. Взяв за основу несколько главных текстов документальных, а это воспоминания Александра Врангеля, который был областным прокурором в Семипалатинске. Это воспоминания Семенова Тиньшанского. И письма Федора Михайловича Достоевского я составил в документальный текст. То есть эта книга не является моим вымыслом. Здесь нет художественных измышлений. Это документальная литература. Ну, может быть, за несколькими исключениями для того, чтобы было поинтересней. Даже один из главных персонажей, который в книге называется «Человек», действительно описан в воспоминаниях Петра Петровича Семенова. Это его крепостной, который сопровождал во всех экспедициях его. История такова, что Петр Петрович не упоминает его ими. Поэтому он просто человек. И все остальные действующие лица, которые упомянуты в книге, это настоящие люди, которые жили тогда в Барнауле и составляли его такую интересную честь. Например, братья Самойловы – это известные актеры, артисты. Давно известно, что по их просьбе Достоевский начал писать, ну, скорее всего, дядюшкинсон, который они попросили сделать пьесой. Но, в конце концов, это получилась небольшая повесть. Ирина Николаевна Свободна, известный театральный исследователь, критик, театровед, в свое время доказала, что как раз по просьбе вот этих актеров, и горных инженеров и задумал Достоевский это произведение. Барнаул был городом театральным, и об этом в книге тоже очень много сказано. Барнаул был городом промышленным, не купеческим и не крестьянским. Хотя, рассказывая об эпохе 1857 года, я затрагиваю и большой круг мировых вопросов, историй о том, что читали, какие газеты и журналы выходили, какие спектакли шли в мире на сценах российских столиц и мировых столиц, что ели, что пили, какие деньги в мире были. Вы, наверное, помните многие, что речь идет о серебряных рублях и рублях-ассигнациями. И не думаю, что многие из вас понимают курс серебряного рубля кассигнации. Так вот, в книге я достаточно подробно, как мне кажется, рассказываю, что это такое. Дело в том, что Федор Михайлович в то время, конечно, был очень стеснен средств. Во-первых, он хотел жениться, и на свадьбу нужно было тысячу рублей. А тысяча рублей – это годовой заработок учителя в то время. А доходы Федора Михайловича были как младшего офицера. В 1857 году ему возвращают дворянство и дают первое офицарское звание, что позволяет ему через какое-то время просить разрешения выйти в отставку и выехать в Россию. В то время люди, которые жили в Сибири, все, что за Уральским хребтом, называли Россией. А это называлось Сибирь. Так вот, чтобы выехать из Сибири, ему нужно было в отставку. И то не факт был, что ему, как бывшему осужденному, разрешат жить где-то в столице. Так и случилось. В столицу его долго еще не пускали после возвращения в Россию. И, конечно же, Федор Михайлович мечтал о том, что его начнут издавать, и это начнет приносить ему какие-то доходы, чтобы жить с семьей, воспитывать приемного сына. Ну и как-то сводить концы с концами. У младшего офицера были не сильно большие доходы. В книге есть перекличка с современностью. Я специально рассказываю о Барнауле в его современном состоянии. Например, вы знаете, сколько улиц в городе Барнауле названа именами писателей и различных литераторов разных эпох. Подумайте в голове, соберите. Начинайте с Чернышевского, Чехова, Достоевского. Кстати, в Барнауле есть улица Достоевского. Погуглите, будет интересно. Может быть, кто и знает, где находится эта улица, но в городе Барнауле нет памятника Достоевского. Александр Сергеевич Пушкин не был в Барнауле, но ему есть памятник. К Достоевскому памятника нет. Это, конечно, интересная история. Все же так сложилось, как мне кажется, что на протяжении всей истории, и советской истории, и современной истории, особенно в советский период, Достоевский все равно был писателем неблагонадежным. Поэтому, наверное, памятники ему есть только в нескольких городах. И улицы-то его названы обычно на каких-нибудь окраинах. И я думаю, что это случилось только к его 150-летию. Поэтому улица в Барнауле не в самом центре. К этой книге известный художник города Барнаула Юрий Гребещиков сделал 26 интереснейших иллюстраций. Эти иллюстрации были выставлены в галерее Республика ИЗО. Запись этой передачи как раз идет здесь. И вы можете прийти и увидеть некоторые эти работы у нас. Мы возим эту выставку по разным другим музеям. Часть этой выставки находится в Музее литературы, культуры и искусства Алтая. Этот музей является важнейшим и главным сегодня хранилищем истории культуры Барнаула и всего Алтайского края. И, конечно же, там большая экспозиция, посвященная тому времени. Это и костюмы горных офицеров, и литература, и история театра того времени, и многое еще. Поэтому я очень благодарен музею, что часть коллекции именно изобразительного ряда, выставки о Достоевском хранится там. Многие факты, изложенные в этой книге, не являются, наверное, очень важными для истории. Это сложно сказать, потому что мир быстро меняется. В истории культуры и мира остаются важнейшие люди. Но, к сожалению, мы забываем очень многие исторические события, о которых стоит помнить долго. Ну, конечно, некоторые из вас, наверное, помнят, что город Барнаул в 1917 году, 2 мая, сгорел. Но это был не единственный пожар. Поэтому, когда мы сегодня говорим об истории Барнаула и пойдем с вами по историческим улицам, которыми многие гордятся, мы стараемся сохранить крупицы той истории дореволюционной, которые остались в Барнауле, мы сталкиваемся с количеством новостроек, переделок, мы не знаем истории многих домов и многих улиц. То есть, занявшись этой книгой, написав эту экскурсию, пьесу, все же экскурсию, мне хотелось как раз подчеркнуть, что у Барнаула очень мало осталось историй. Истории дореволюционной, я имею в виду, до 1917 года. Город сгорел почти полностью, поэтому хотелось бы оставить о нем память. Сегодня краеведение является очень важной наукой, местной исторической наукой, сохраняющей нашу память. Конечно, тема Достоевского в Барнауле, надеюсь, останется надолго. Не только с помощью моей книги, но все же есть другие исследования. Надеюсь, что появится памятник Достоевскому в Барнауле. Кстати, по этой книге был поставлен спектакль в крепостном театре, что тоже уже часть истории, искусства и культуры. Спасибо участникам той постановки. Я хочу всех призвать, призвать читать историю. Самим, наверное, пытаться разобраться в тех исторических аспектах, которые случились с городом Барнаулом. Мы его любим за то, что в нем что-то сохранилось. Мы окунаемся в этот город и считаем себя частью этой истории и частью этого города. Спасибо, что послушали. Надеюсь, вам было интересно, и вы как-нибудь почитаете эту книгу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok